Девушки отдыхают 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 Шекспира. Том Круз уже работал с Эдвардом Цвиком в 2003 году на съемках фильма «Последний самурай». Герой Джек Ричард уже больше не солдат и даже не детектив. Он отважный человек, который в момент необходимости оказывается здесь и сейчас, чтобы помочь близкому человеку, другу. И в этом ключе он близок к некой современной версии самурая, а может даже и Ронина, благородного воина, спешащего на помощь нуждающемуся. Недаром мы с Томом Крузом 10 лет тому назад вместе сделали фильм про самурая. Вот снова герой Тома Джек Ричард встает на путь борьбы за справедливость, которая может отличаться от того, что предписывают внутренние военные правила или даже закон. Джек Ричард любой ценой добьется своей справедливости. Кстати, таким образом мы продолжаем традицию легендарных героев классических голливудских вестернов. Шейн или паладин из вестерн-телесериала «Есть оружие, будут путешествия». И наш Джек Ричард точно такой же. Он сам решает впутаться в серьезные неприятности, чтобы реально помочь невиновным людям. Ты труп. Думаете, вам закон не писан? Но я не судья. Так что начинайте бежать, а я начну охотиться. И когда найду, убью вас всех. Поклонники книжной серии про Джека Ричарда прекрасно знают, что он обожает сильных женщин. А наша новая героиня, Сьюзан, которой Ричард испытывает симпатию, привлекает его еще и тем, что она заняла его должность. Она командует военным полицейским спецназом. А это под силу не всем, даже не всем мужчинам. Надо быть умным, авторитетным лидером. Поэтому Джек Ричард крайне заинтригован Сьюзан и хочет узнать все подробности про то, как она смогла стать главой спецназа. Я полностью уверен, что Коби Смолдерс — идеальный вариант актриса, которая может воплотить Сьюзан на экране. В ней есть все необходимое для этой героини. Ум, красота, чувство власти. Когда вы видите ее на большом экране, то у вас не возникает глупых вопросов и сомнений, что именно такая женщина должна быть в армии. Вы ей сразу и безоговорочно верите. Но при всем при том, в Коби есть милый шарм, который добавляет суровой военной женщине небольшую долю сладости. Повторюсь, Коби Смолдерс — отличный выбор на роль Сьюзан. До съемок в этом фильме я никогда раньше не сталкивалась с книгами Ли Чайлда о Джеке Ричаре. Но я видела первый фильм с Томом Крузом, который мне очень понравился, особенно общий тон фильма и сам главный герой. Когда меня пригласили сниматься в сиквеле, то мне пришлось взяться за сами книги. Я была в шоке, узнав, что на сегодняшний день существует уже 18 романов цикла про Джека Ричаре. Мы с Ли Чайлдом при встрече шутили, что мне придется перечитать их все. Но в итоге я обошлась лишь последним романом «Никогда не возвращайся», который мы экранизировали. Хотя, конечно, немного странно, что киностудия решила снимать сиквел не в хронологическом порядке. После первого тома взялись за последний, 18-й, а не за второй. Но главное, что мне не пришлось все 18 томов перечитывать, иначе бы мои двое детей потеряли бы маму надолго. Я быстро прочитала «Никогда не возвращайся», это очень захватывающе, а Али Чайлд — просто прекрасный рассказчик. Съемки второго Джека Ричара полностью проходили в штате Луизиана, причем в нескольких городах — в Новом Орлеане, в Баттен-Руж и в Сейнт-Франсисвилле. Том Круз вновь выступил одним из продюсеров боевика и в очередной раз исполнял все трюки самостоятельно без дублеров. По словам членов съемочной группы, в свои 54 года Том Круз задал фору многим. Кстати, известно, что на съемках «Никогда не возвращайся» произошел и очень опасный инцидент. На площадке неожиданно загорелся трейлер. Том Круз как раз в этот момент направлялся к трейлеру, чтобы немного передохнуть между дублями. К счастью, актер не успел зайти внутрь до того, как произошло внезапное возгорание из-за поврежденной электропроводки. Вообще же, Том Круз славится в Голливуде тем, что он парень рисковый. Так, во время съемок очередного фильма-франшизы «Миссия невыполнима» 52-летний Том Круз совершил самый рискованный трюк за всю свою карьеру. Без помощи каскадеров актер взобрался на борт самолета, летящего на высоте несколько тысяч метров над землей. Я не знаю, какой у вас интерес в этом деле, но я это выяснил. Никто ничего не найдет. Я могу оторвать твою руку и ей же тебя убить. Ричард слишком близко. Привет, парни! Не люблю, когда меня преследуют. Ты покойник Ричард. Один из нас, это уж точно. Я слышу страх в твоем голосе, Джек. То, что ты слышишь, это возбуждение. Том Круз просто крут. Он ведь не покидает Голливудский Олимп на протяжении вот уже нескольких десятилетий. Если вспомнить всю его фильмографию, то все фильмы Тома Круза — это кассовые хиты, блокбастеры с мировой кинозвездой. Он заработал настоящую славу, он достиг неимоверно высокого уровня мастерства и положения в актерской иерархии, о чем можно только мечтать. Я лично очень боялся с ним работать, потому что думал, что меня задавит его авторитет или мастерство. Но Том Круз относится к той редкой пародии актеров, которые ко всем своим партнерам на площадке, вне зависимости от их уровня и положения, относятся на равных. Причина такого отношения кроется еще и в том, что Том Круз не просто исполнитель главной роли во франшизе про Джека Ричарда. Он еще и один из продюсеров. Поэтому, как продюсер, он прекрасно понимает, что для своего фильма он должен получить лучшее от всех участников съемочного процесса. Поэтому он делает все возможное, чтобы мы были одной командой, во главе с ним как лидером. Том Круз всегда добр к каждому, он со всеми беседует, с каждым актером обсуждает его сюжетные линии персонажа. В общем, он реально создает нужную атмосферу для съемок. С актерской точки зрения с ним очень комфортно работать вместе, потому что он никогда не пытается тянуть одеяло на себя. Он всегда соблюдает баланс актерского существования в кадре. Он очень много репетирует, он любит эту часть подготовки к съемкам, а для нас, обычных актеров, это немаловажно. Лучше все по несколько раз отрепетировать под контролем Тома Круза, чем потом запороть дубль. Мы у него многого научились, и он всегда щедр на актерские советы и подсказки. Это большая честь — работать с Томом Крузом. Он одна из главных мировых суперзвезд. К тому же он непререкаемый киноавторитет, настоящий профессионал и отличный партнер по площадке. Он любит командную работу. Том Круз на площадке как продюсер, как актер всегда находится в образе папы, которому нравится, обо всех заботится. Мы все словно его дети, и он сделает все возможное, чтобы нам было хорошо. Он реально волнуется за всех, ему хочется, чтобы все были счастливы и не испытывали трудностей на съемках. В позитивном климате рождается отличный продукт. Он так всегда рассуждает. По прогнозам киностудии Paramount, Джек Ричард 2, никогда не возвращайся, должен взять планку в 20 миллионов долларов в первый уикенд проката. Весь бюджет сиквела оказался скромным для такого рода кино – всего каких-то 96 миллионов долларов. Но Том Круз рассчитывает на успех его франшизы не столько в национальном американском прокате, сколько в мировом, особенно в Китае и России. Как показывает практика, те фильмы, которые проваливаются дома в Америке, восполняют все бокс-офисы за пределами Штатов, особенно в России и Китае. Не стоит ждать от второго Джека Ричарда какого-то сногсшибательного кино. Это добротный боевик с нестареющим Томом Крузом. Если вы такое любите, то ведро попкорна будет съедено вами в кинотеатре не зря. Редактор субтитров А.Семкин